Друзья, всем большой привет! Сегодня мы немного поговорим о ленд-лизовских шерманах, но не будем вдаваться в демагогию о роли ленд-лиза и так далее, а лучше обратимся к воспоминаниям советского танкиста Дмитрия Лозы, который прошел войну на союзной технике. Есть в его мемуарах интересный эпизод про презенты, которые оставляли рабочие американских заводов для наших танкистов. Давайте прочитаем. Большинство боевой техники, поставлявшейся в Советский Союз, шло в страну морскими караванами, которые разгружались в портах Мурманска или Архангельска, откуда ее по железной дороге перевозили в места назначения. Получаемые нами шерманы были тщательно оклеены плотной, темной, пропитанной влагостойким составом бумагой, отсутствовавшей только на люке механика-водителя. Ее уже удалили для доступа в отделение управления, так как от порта до станции погрузки на платформы танки шли своим ходом. На очистку Эмча от этой одежды уходило почти два дня. Надо отдать должное американской стороне. Машины к дальней морской перевозке готовились превосходно. За время пребывания на фронте мне пришлось пять раз получать новые танки «Шерман», и всегда, проводя их расконсервацию, внутри не находил ни капельки влаги. А ведь морем они шли ни день и ни два. Так вот, в конце марта 44-го года 233-я танковая бригада была выведена на пополнение техникой и личным составом. Поступившую партию Эмча мы получали 8 апреля на станции Бельцы. На следующий день приступили к удалению обертки танков. С утра в бригаду приехал Миша, представитель американских фирм при штабе корпуса. Несколько минут молча понаблюдал, как экипажи стараются снять эту черную рубашку шерманов, не повредив окраску корпуса и башни. Поскольку нам это удавалось, Миша был доволен результатами нашего нелегкого труда. Затем он поинтересовался, целы ли в танках небольшие продуктовые подарки от рабочих фирм. Оказалось, что и на этот раз они где-то затерялись на длинном пути от порта разгрузки до экипажей. Миша очень огорчился. Таким мы видели его тогда, на Украине. При расконсервации Шермана много, можно сказать, ювелирного труда требовалось от командира орудия. Пушка и спаренный с пушкой курсовой пулемет были обильно покрыты густой смазкой. Ствол орудия с дульной и казенной части были залиты пушечным салом. Для удаления этих 25-сантиметровых пробок требовались немалые усилия. Операция по приведению длинного ствола в рабочее состояние начиналась обычно с простой процедуры снятия смазки с его поверхности. Другое дело очистка канала ствола от пушечного сала. Для извлечения торцевой пробки изготавливались деревянные лопатки, а то и просто палкой по частям вынималась дульная заливка. Казенная сальная втулка вышибалась в боевое отделение танка банником, который приходилось толкать двум, а то и трем членам экипажа. Так делали, начиная с первого поступления в бригаду американцев. Работы шли своим чередом. На одном из шерманов роты Якушкина очистка ствола пушки подходила к концу, когда неожиданно произошло настоящее чрезвычайное происшествие. Вместе с двумя вытолкнутыми пробками казенника на пол боевого отделения упала и разбилась бутылка виски, высыпались полиэтиленовые пакеты. Вот это сюрприз! Командир танка Виктор Акулов чуть не заплакал, увидев такую потерю. Через секунду с конца в конец улицы разнеслось тревожно-радостно. Стой! Стой! Прекратить чистку пушек! В роте была разработана методика удаления пушечного вложения. После выемки дульной сальной пробки полубанником аккуратно разрушалась средняя перегородка. Затем пушка осторожно опускалась вниз так, чтобы подарки аккуратно вывалились из дульной части орудия прямо на подставленную заранее плащ-накидку или брезент. Молодцы, американцы! Хитро упаковали подарки так, чтобы не гуляли по каналу ствола и сохранились в целости. Этот секрет мы берегли до конца войны. На второй день в батальон примчался сияющий от радости Миша. Фирмы хороши, я давно сообщать о неполучении танкисты подарки. Фирмы нашли, куда надежно прятать презенты.